Здравствуйте! Сегодня хотелось бы поговорить о страхе. Страх – это страшное дело, потому надо с ним разобраться. Говорят, у страха глаза велики. Это действительно так. Ведь страх может привести к смерти, к каким-то даже неизлечимым болезням, и просто может нам полностью испортить нашу всю жизнь. При помощи страха можно манипулировать людьми. То, что мы, собственно, сейчас и наблюдаем в обществе, что многие используют страх для манипуляции людьми. Страх проявляется как агрессия, или как депрессия, или просто уныние и ещё какие-то подобные всякие состояния. Но это не есть хорошо. Страх тормозит мышление наше и нас обездвиживает, потому как бы он нам не товарищ, с ним надо расставаться. Вот сейчас, например, готовится глобальная конференция. Волонтёры из 180 стран готовят эту онлайн-конференцию, которая состоится 4 декабря в эту субботу, в 15.00 по Гринвичу, или в 17.00 по Киеву, в 18.00 по Москве приглашены многие спикеры. Их будет больше 100 со всего мира. Перевод будет идти на 100 языков мира. И всё это волонтёры, и всё это с целью рассказать людям правду. Почему правду? Потому что мы все сейчас живём в Неве дни. И правду, в общем-то, найти очень трудно. И люди настолько привыкли, что везде обманывают, что везде стараются извлечь какую-то выгоду из любой информации, что они уже просто не верят в то, что бывает правда. Это действительно правда. И действительно соберутся люди, которые хотят сказать правду о том, что происходит на нашей планете, и вместе найти пути решения всех проблем, которые сейчас перед нами стоят. Потому подключайтесь. Говорят, у страха глаза велики. А если мы будем знать правду, мы избавимся от многих страхов. Многие говорят, почему вы нас пугаете, когда рассказывают о климате, о климатических катаклизмах, которые сейчас происходят и которые будут продолжаться. Да никто не пугает. Куда уже дальше пугать? Уже все так напуганы, уже все так привыкли к этим страхам, что уже вообще не верят и не знают, что можно сделать в этой ситуации. И потому я лично подключаюсь к конференции для того, чтобы узнать реально правду всю и для того, чтобы действовать, чтобы улучшить нашу жизнь. А то в последнее время наша жизнь напоминает, или наша ситуация напоминает вот этот анекдот, или притчу о правде, о смерти, которая шла в город и обещала там умертвить несколько тысяч человек. И когда она выходила из города, у нее спросили, почему же она не сдержала слова, а умертвила вдвое больше людей, она ответила, что ничего подобного, она свое дело сделала так, как сказала, а остальные люди просто умерли от страха. Потому давай, это уже не анекдот, это, в общем-то, реальность, к сожалению. Потому давайте не будем находиться в тех тысячах людей, которые умерли от страха, и не будем поддаваться нашим страхам, узнаем правду. Зная правильный диагноз, мы можем излечиться, мы можем найти пути лечения и нашего организма, и нашей планеты. А еще о внушении, что нам страхи внушают, и иногда они ничего не имеют общего с реальной ситуацией. И тем более нам внушают, что нет выхода, а выход всегда есть. Вот я недавно прочитала об одном эксперименте американского ученого, который, он долго искал кандидата для того, чтобы этот эксперимент провести. И вот почему? Ну, потому что это было связано со смертью. Наконец он нашел заключенного, которого приговорили к смерти на электрическом стуре. И вот накануне он предложил этому человеку эксперимент. И человек согласился. В чем заключался эксперимент? Человека положили, сказали, что ему разрежут вену, и просто кровь будет выходить из него, ну, выливаться кровью. И вот когда последняя капля из тела уйдет, он умрет. И он согласился, закрыл глаза и ждал, как бы, своей смерти. На самом деле сделали очень маленький надрез в коже просто. И, собственно, рана была, ну, так, просто чисто такая, небольшая она. Возле него поставили миску или какую-то емкость. И сделали так, что в эту емкость текла вода. И вот сначала вода текла бурно, потом тише, потом начала капать. И вот когда последняя капля крови, ну, предполагаемой крови, когда последняя капля воды упала, и кран закрутили, чтобы она больше не капала, человек умер. Понимаете, человек полностью здоровый, нормальный человек, умер только потому, что ему это внушили, что его напугали этим. Так, ну, снова же, давайте не будем этим человеком, мы будем реально смотреть на вещи, а не поддаваться нашим страхам. Потому что только страх нам мешает действовать, он мешает нам реально оценивать ситуацию и принимать адекватные решения. Приходите на конференцию, узнаем правду. И я лично хочу построить то общество, в котором мы не просто выживем, а будем жить нормальной жизнью, где будет всё безопасно, честно и всё замечательно. До свидания.